Всем привет! Сегодня в обзоре необычайный инструмент от Redwerk. И это так называемый реноватор. В простонародье этот инструмент еще называют МФИ, или многофункциональный инструмент. Давайте посмотрим, что в нем многофункционального. Итак, есть площадка для выполнения шлифовальных работ. В обязательном порядке имеется инструкция, с которой ознакомимся перед тем, как начать работу. Большое количество разнообразной оснастки. Дополнительная рукоятка. И непосредственно сам виновник нашего обзора. Вот такой вот инструмент непонятной наружности. Ну, в первую очередь, этот народный инструмент у всех ассоциируется с чем? Ну, с таким вот небольшим ножовочным полотном, который крепится непосредственно на так называемую осциллирующую площадку. Осциллирующая – это значит та, которая производит колебания. И путем этих колебаний, соответственно, инструмент проделывает отверстие. Чтобы закрепить полотно, необходимо взвести механизм, так называемый, установить насадку. Насадку, кстати, можно устанавливать в любом удобном для вас положении. Чтобы, например, проделать в плинтусе отверстие или пропил сделать, можно установить ее под углом 90 градусов относительно инструмента. Можно назад развернуть. Ну, я установлю ее в привычное положение, в продольное, относительно самого инструмента. И вот таким простым движением для хранителя есть, чтобы пальцы не прижать. Закрепляю насадку. И нам остается всего лишь сделать одно движение. А это движение будет вот таким вот. Устанавливаем наш источник питания для того, чтобы включить инструмент. А источник питания – это аккумулятор из единой аккумуляторной системы RedWerk. Они бывают емкость 2 Ач, 4 Ач. Ну и, наконец-то, сейчас появился аккумулятор целых 5 Ач емкостью. Все, насадка установлена. Нажимаем кнопку включения. Инструмент начинает работать. Для того, чтобы выбрать оптимальный режим работы, есть регулятор оборотов. И регулируются обороты от 5000 колебаний в минуту до целых 19000 колебаний в минуту. Для того, чтобы работать, например, в пластике, нам не нужно большое количество колебаний, чтобы его просто не расплавить. Ну а для твердой древесины мы выбираем, или для металла, мы выбираем максимальное количество колебаний. Ну, прежде чем показать инструмент в демонстрации, я еще на некоторых моментах его компоновки заострю внимание. Ну, в первую очередь, это прорезиненная рукоятка, чтобы инструмент не проскальзывал у вас при работе в руках. Корпус-редуктор выполнен из алюминиевого сплава с магнием. Есть подсветка рабочей зоны. Как, насколько она эффективно работает, мы проверим вот на этом бруске. Ну, естественно, механизм быстрой замены без ключевой рабочих инструментов. Ну, в принципе, все. Кнопка включения. Для того, чтобы начать демонстрацию, я установил самую простую насадку. Кстати, в комплекте идет еще и вот такое вот радиусное полотно. Плюс насадка для шлифования и непосредственно сам шлифовальный элемент, то есть шкурка. Самой площадкой шлифовать нельзя, так как она предназначена для того, чтобы к ней при помощи так называемой системы липучка или, нерусскими словами, велкра. Вот сюда вот совмещаются отверстия и прилепляется непосредственно шлифовальный элемент. Все, у нас получается полноценная шлифмашинка. Но это мы сейчас попозже попробуем. Закреплю при помощи струбцина квалитет нашу заготовку. Сразу скажу, основным секретом быстрой работы многофункциональным инструментом или реноватором является то, что на него не нужно вообще нисколько нажимать. То есть под собственным весом включили и легонечко-легонечко-легонечко подаете его именно в то место, которое вам нужно пропилить. Если вы будете прилагать чрезмерные усилия, то вибрации и процесса выпиливания материала из массива не будет. Насадка у вас будет просто стоять, а вибрации вам будет уходить на руки. Ну и начинаем демонстрацию. Я сейчас не давлю на инструмент. Вот так полотно погружается под собственным весом. Сейчас немного надавлю. Я надеюсь, разница, когда инструмент под собственным весом погружался и когда я на него давил, очевидна. То есть еще раз скажу, что давить на инструмент ни в коем случае нельзя. Нужно немного его подавать. Ну а теперь попробуем заменить насадку и попробовать в работе непосредственно шлифовальную насадку. Аналогичным методом работает насадка именно радиусная, только она предназначена для проделывания отверстий большей длины. Ну а теперь попробуем закрепить шлифовальную насадку. Та же самая метода. Включаем. Не прищелкиваем палец, потому что есть предохранитель. И фиксируем. При работе шлифовальной насадкой, то есть в качестве плоскошлифовальной машины, работает тоже правило. Ни в коем случае нельзя сильно нажимать на машинку, так как вибрация вся будет передаваться непосредственно вам на руки. А сама насадка шлифовальная будет просто мертвым, как сказать, грузом стоять на заготовке и не выполнять свою работу. Ну, в принципе, для работы этим чудо-инструментом правил больше нет. А я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, было познавательно и интересно. До новых встреч с инструментом единой аккумуляторной платформы Redberg. Продолжение следует...